МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» – главные темы этого выпуска. А вдруг опять, как говорил Райкин, дурит нашего брата? В Рязани начал работать филиал, весьма сомнительный на взгляд журналистов, финансовой компании. Вот это стрельнул крупный рязанский чиновник, попался на браконьерстве. А теперь обо всем подробнее. Сотрудники регионального Министерства природопользования и экологии провели выходные рейд по браконьерам. И, как стало известно, чуть позже поймали крупную начальственную рыбку. Среди охотников, незаконно заваливших лося, обнаружился, кто бы вы думали, руководитель управления Росприроднадзора по Рязанской области Алексей Григорьев. У нарушителей изъято мясо животного и охотничье оружие. Газета «Комсомольская правда» сообщила, что рейд начался в эту субботу, 9 ноября, когда горе охотников обнаружили. Григорьев пытался убедить инспектирующих, что они убили лишь маленького кабанчика. Затем речь пошла о лосенке, и все стало окончательно ясно, когда открыли машину браконьеров и обнаружили рога крупного 4-летнего лося. Вот что нам удалось сегодня узнать по этому делу. В Клепиковском районе была поймана группа охотников. Люди поохотились удачно и без каких-либо разрешений. Действительно, к чему формальности, если рядом серьезное начальство, добыли взрослого лося. Была остановлена для досмотра группа охотников, которые передвигались на трех автомобилях УАЗ. При проверке документов, в досмотре во всех машинах были обнаружены мешки с мясом. Потом была также обнаружена голова добытого лося. Охотники подтвердили, что ими был добыт лось. Мясо разделали, поделили по числу участников и, значит, загрузили в машину. При этом никаких разрешающих документов на охоту, а именно разрешения, без которых от охоты невозможно, у них не было. В составе данной группы присутствовал исполняющий обязанности руководителя Управления Росприроднадзора Паризанской области Григорьев. Охотники пояснили все, что мы думали, что у него есть разрешение, а оказалось, что у него разрешения нет. Но это такое объяснение детское, конечно, из разряда детского. И хотя штрафные санкции за незаконные и неконтролируемые убийства копытных зверушек ударят по браконьерскому карману так, что мало не покажется, ежегодно количество таких, можно сказать, преступлений растет. Если перейти к цифрам, за 9 месяцев 2013 года выявлено уже более 350 случаев нарушения правил охоты. Тогда как за 2012 год всего было 289 случаев нарушения правил охоты. А между тем регулярные рейды выливаются министерству в копеечку. Охота – весьма специфическая отрасль. Много нюансов, затрат. И обходить закон здесь чревато не только штрафными санкциями, но и уголовной ответственностью. Даже для большого начальства. Сегодня мы проверили информацию по поводу деятельности в Рязани небезызвестной фирмы «Древпром», которая якобы берет на себя полную оплату кредитов населения. И всего-то за определенный процент от суммы самого кредита. Ну, скажем, есть у вас кредитный должок перед банком, скажем, в миллион. Приходите вы к благодетелям из этого самого «Древпрома», отдаете им, например, 25%, то есть 250 тысяч. Сидите себе дальше на диване, в ус не дуя. Готово дело? Кредит, считай, уже закрыт. Даже братья Гримм, которые сказочники, такого дерева счастья не придумывали. Зато, оказывается, его изобрели на романтических склонах Южного Урала в неблизком Башкортостане. Конечно, даже на первый взгляд, схема сильно напоминает слегка измененный вариант финансовой пирамиды времен МММ 90-х годов. Даете меньше, получаете больше. Халява покрывается якобы средствами, полученными с помощью гениальных финансовых схем, разработанных вождями фирмы. И гуляй-де-пой. Наконец, хотя бы кто-то о простом народе озаботился, начальник «Древпрома» в президенты. В такие моменты, когда щедро обещано деньжата из воздуха в воспаленном от радости мозгу какого-нибудь ныне живущего Леня Голубкова, куда-то сразу исчезают знакомые с детства народные мудрости про бесплатный сыр, который только в мышеловке и тому подобные вещи. О таинственном Монте-Кристо-современности финансовой компании «Древпром» и ее кредита уничтожающей придумки изыскивал подробности Глеб Галушкин. Рязанский офис компании «Древпром» находится на Первомайском проспекте. Наша съемочная группа побывала здесь утром в половине одиннадцатого, однако офис оказался закрытым. Хотя накануне по телефону работники «Древпрома» сообщили, что работают с десяти утра и до восьми вечера. Света в кабинетах нет, равно как и сотрудников. Кстати, активная реклама «Древпрома» оплатить кредит за должника появилась в Рязани лишь в конце октября. Компания «Древпром» поможет решить вам эту проблему. Суть проста и удивительна, почему до сих пор никто не додумался до этого. Человеку достаточно заключить договор с этой компанией, и она сама за счет собственных средств выплатит ваш кредит. Финансовая схема «Древпрома» на первый взгляд весьма проста. Должник приносит четверть стоимости своего кредита, а оставшиеся три четверти банку будет выплачивать уже сам «Древпром». Якобы работникам финансовой компании удается весьма удачно вкладывать деньги своих клиентов. Впрочем, куда направляются деньги рязанских платчиков, если таковые уже есть, выяснить пока не удалось. Руководитель рязанского филиала «Древпрома» от комментариев воздерживаются. Изначально, чтобы построить свои отношения с этой организацией, которая имеет какие-то намерения, о которых мы пока не знаем, для начала изучить этот договор, попросить его. Вот под нашим данным данный договор для изучения не передается, так же, как и банки. Информация к размышлению. ООО «Древпром» зарегистрировано в Стерлитамаке, это в республике Башкортостан. Бурная деятельность организации привела к тому, что в августе этого года президент Башкортостана Рустем Хамитов на встрече с жителями Стерлитамака потребовал от правоохранителей проверить «Древпром» на предмет мошенничества. Прокуратура проанализировала и выяснила, что схема, по которой работает фирма, заведомо невыгодна и приведет к краху, а башкирская пресса «Древпром» иначе как деревянной финансовой пирамидой не называет. Между тем, уже и власти Кемеровской области предупредили жителей о новой пирамиде «Древпром», проводят проверку деятельности фирмы прокуратура Самары. Полиция нагрянула с обыском в офис компании в Екатеринбурге. Фирма «Древпром» организована неким Евгением Сундуковым. В интернете можно найти копию постановления Верховного суда Республики Башкортостан, где сообщается, что Е.В. Сундуков осужден на 5 лет за ложный донос подделку документов и мошенничество. По информации интернет-издания «Трибуна Башкирии», сейчас появляются десятки отчаянных отзывов вкладчиков «Древпрома». Люди пишут, что начались просрочки по оплате за кредиты. Что будет дальше, нетрудно представить. Возможно, что уже сейчас «Древпром» стоит на пороге краха. Впрочем, нашей съемочной группе рядом с рязанским офисом «Древпрома» удалось обнаружить рекламу очередной подобной фирмы, которая обещает выплатить кредит за должника. Так что дело Сундукова, по всей видимости, будет жить, пока в непритязательных умах некоторых, даже многих граждан, находится место для сладкого слова «халява». Продолжать программу репортаж Оксаны Тебенихиной, снятые во время полицейского рейда по незаконно работающим питейным заведениям. Драматичная, надо сказать, история получилась. Рейд сотрудников полиции по торговым точкам, в которых незаконно хранится и, соответственно, продается спиртное, прошел не то, чтобы спокойно, но весьма удачно. Вежливая, хоть и немного напуганная дама-продавец позвонила хозяйке заведения. Пока вся честная компания ожидала приезда госпожи-хозяйки, сотрудники полиции начали опись изымаемой алкогольной продукции. Получилось немного, но есть подозрение, что зловещие нелегальные бутылки еще где-то спрятаны. Было изъято порядка 10 бутылок алкогольной продукции по 0,5 литров. Это водочная продукция разных номинований. И около 30 литров алкогольной продукции, а именно коктейли Ягуар, черный, русский и так далее. А между тем, ларек буквально оккупировали завсегдатые. Уж больно переживают за продавца. Боятся обидим. Правда, снимать на камеру местных турлатовских звезд возможности не представилось. В данной ситуации был собран материал административного расследования, был собран материал проверки. В настоящий момент оценивается противоправность действий данной гражданки с целью правильной квалификации ее действий в последующем. По приезду хозяюшки ларек буквально ожил. Шум, гам, ссоры, крики. В общем, Санта-Барбара какая-то. Чего женщина испугалась сильнее полиции, камеры или света, для нас осталось тайной. Непосредственно при проведении профилактического мероприятия сама собственность вела себя немного эмоционально, но в ходе проведенных операций данной гражданке было объяснено. В принципе, эта гражданка знает, что она нарушает законодательство неоднократно, она уже привлекалась к административной ответственности по данным вопросам. И все эти неприятные взаимоотношения, которые она рассказывала про сотрудников полиции, в ходе, потом она уже стала извиняться. На сегодня все. Увидимся вновь завтра, как обычно, в эфире программы «Время говорить». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова